От забора перейти за стол переговоров. Единственное решение, которому 13 декабря пришли жители улицы Бестужева и чиновники. На этот раз их встреча состоялась уже в стенах городской думы. Обсудить строительство супермаркета на месте придомового сквера пришли депутаты, архитекторы, общественные деятели и зачинщик стройки Дмитрий Сулеев. Но сперва слово взяли истцы. В 2010 году мы оформили приматизацию земли под нашими пятью строениями и придомовую территорию. 7 декабря мы ложились спать и перед нашими окнами был полисайник. Забор вокруг сквера установили ночью 8 декабря, а как только рассвело, начали пилить деревья. Их уже не вернуть, но жители не готовы опускать руки и хотят защитить хотя бы оставшийся участок от депутатского супермаркета. Он сказал, что якобы собрались жители в безлежащих домах и дали ему разрешение на строительство этого совместного центра. И жители подписались. Помимо потерянной зеленой зоны, местные жители переживают, что дети останутся без площадки для игр и к тому же их придомовую территорию разрушает строительная техника. Первый вопрос, который интересовал практически всех присутствующих – а есть ли разрешение на стройку магазина? Это разрешение не с первого раза, правда, было, но было выдано, потому что право на землю. У него было удостоверено договором о аренде семейного участка. Тем не менее, советник главы Владивостока отметил, что когда на градостроительном совете рассматривали данный проект, то единодушно все отметили – будущий объект интересный, но место для его воплощения неподходящее. Единодушное решение для строительного совета согласно тому, что здесь на этом участке целесообразный оставить вместо зеленого осаждения. Ответное слово взял юридический представитель инициатора стройки. Он заявил, что все работы ведут в рамках закона. После часа выяснения, кто прав, кто виноват, депутат Артем Самсонов предложил перейти, наконец, к поиску компромисса. Какой максимальный акт нужен, чтобы он мог исправить ситуацию? Давайте подумаем над этим. Мы можем принять закон, краевой, любой. Плоть до того, что перевести, например, формирование правил землепользования на уровень заказа собрания, изменить это место, как законом изменить политику, законом русского края, Идея, что это будет парковая зона, и все, как бы земля была, земля ваша, пожалуйста, никто не спаривайте. Александр Юртаев предложил Дмитрию Сулееву отказаться от этого участка и найти другой. К слову, за аренду земли зачинщик стройки уже заплатил около 13 миллионов рублей. Также он отметил, что изначально проект предполагал четырехэтажное здание, но его специально изменили, чтобы частично сохранить зеленую зону. Именно такой проект был реализован, реализован таким образом, чтобы сквер фактически вынести на кровь, чуть выше сделать. Пампус, чтобы достаточно поводить, куда может подняться и спуститься и пенсионер, и ребенок. По словам депутата, в планах благоустроить ту территорию, которая остается нетронутой. Установить там детскую площадку и поставить лавочки. После двух часов обсуждения насущной проблемы поступило предложение. На время приостановить строительство и создать согласительную комиссию, которая придет к консенсусу. Альна Черненко, Андрей Макаров, Новости на Восьмом.